Здравствуйте, в эфире программа подробностей. Сегодня подробно о внеочередном заседании Рязанской городской думы, которое состоялось сегодня вместе с нами в студии. Председатель городской думы, глава муниципального образования и город Рязань Андрей Кашаев. Андрей Анатольевич, добрый вечер. Еще раз здравствуйте. И, наверное, главный вопрос сегодняшнего внеочередного заседания это изменение зонирования в микрорайоне Канищево в парке морской славы. По сути, своим сегодняшним решением городская дума разрешила построить на территории парка православный храм. Уточню, это не совсем так, поскольку сегодня мы утвердили изменения в генеральный план города, а вот изменение правил землепользования и застройки в соответствии уже с утвержденным генеральным планом и с этими изменениями, нам предстоит сделать в будущем. И мы это сделаем, когда будут проведены еще слушания по изменению правил землепользования и застройки уже в соответствии с генеральным планом. Но самая сложная, самая серьезная часть, она сделана, сделана очень достойно. Мы сторонники того, чтобы все действовать здесь в рамках законодательства Российской Федерации, в рамках норм градостроительного кодекса, который говорит о и тех периодах, когда все это рассматривается, о всех процедурах рассмотрения. Поэтому мы идем по плану, который был сформирован в Рязанской городской думе. И на сегодняшний день два самых серьезных этапа, это назначение публичного слушания и проведение их сегодняшнего заседания утвердили эти изменения в генеральный план. Мы прошли. Остается еще пройти один этап, это уже принять изменения правил землепользования и застройки непосредственно в отношении земельного участка, расположенного в микрорайоне Канище. Мы с вами говорим о парке морской славы. Это парк, который появился в 903-ю Рязани. Но в связи с тем, что у нас очень активные ветераны, ветераны военно-морского флота, этот парк постепенно стал видоизменяться с точки зрения его наполнения. И мы теперь его знаем как парк морской славы. Действительно интересные совершенно мероприятия проходят, патриотическая направленность, мероприятия, которые чествуют наших ветеранов, моряков, военных моряков, моряков, подводников. И если сейчас прийти в парк, можно очень много интересного увидеть. Там мы знаем все, что расположены интереснейшие экспонаты, связанные с военно-морским флотом. И часть подводной лодки, можно подойти, все посмотреть, своими руками пощупать, сфотографироваться. И есть, например, курган с памятником, посвященный всем погибшим морякам. И вот парк несколько лет назад, его развитие происходит вот именно в этой конве, идеологической конве. И моряки, и не только моряки, но и ветераны многие, ветеранские организации в Рязани вышли с инициативой о том, чтобы в парке морской славы появился храм-памятник. Храм, посвященный великому русскому флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову. Кстати говоря, Федор Федорович является почитаемым православным святым. И, конечно же, они обратились к церкви. Церковь наша православная, Рязанская митрополия, поддержала эту инициативу и выступила уже со своей инициативой перед властями города о том, чтобы на этом месте, в этом парке построить храмовый комплекс, посвященный двум выдающимся людям российской истории. Это, как я уже сказал, Федор Федорович Ушаков и Владимир Первый, мы его все знаем как Владимир Красное Солнышко, креститель Руси. Поэтому вот здесь именно вот такой храм-памятник, он будет влиять в положительном плане и на идеологическую составляющую, на военно-патриотическую составляющую. Ну, а рязанцы смогут получить намоленное место, очень хорошее место, куда можно прийти семьями, где можно погулять, приобщиться к тем интересным явлениям, которые уже есть в парке. Парк является частью микро-района Канищево, но смею заметить, что это парк, это достояние не только Канищево, а вообще всей Рязани. И находясь на высоком таком, да, высокой берегу или овраге, да, части оврага, конечно, он является такой высокой точкой, где будет формироваться впоследствии очень красивый вид. И каждый, кто будет проезжать мимо этого храма, будет видеть, что действительно очень красивое место, место достойное нашего древнего, но, как говорят, вечно юного города. Ну, мое мнение, это вообще будет одна из визитных карточек нашего города. Вопрос строительства храма в парке морской славы был достаточно резонансный, дискуссионный, публичные слушания, которые прошли в здании городской думы, собрали очень большое количество народа. Одних выступавших было более 140 человек. Большинство выступавших поддержали идею строительства храма, но были люди, их было тоже немало, которые высказались против. И один из аргументов, который звучал, он звучал так, мы не против строительства храма, мы против уничтожения парка. И вот, на мой взгляд, очень важный момент, который просто вот необходимо, чтобы оппоненты строительства храма услышали. Речь ни в коем случае категорически не идет об уничтожении парка. Ни один депутат Рязанской городской думы в трезвом уме и в здравой памяти не проголосует никогда, ни при каких обстоятельствах за уничтожение парка. Речь идет о том, что парк будет больше. К нему присоединяется дополнительный участок, площадью в пять с половиной раз превышающий площадь того участка, который изымается под строительство храма. Вместо тех деревьев, которые будут снесены, их порядка сорока штук, будут высажены 400 новых деревьев. В парке появятся детские площадки, воркаут, все бедовые беседки. То есть, парк обретет новое дыхание, по сути. Совершенно верно. Вы понимаете, в чем дело, Юрий Владимирович? Ведь, заметьте, когда речь идет о строительстве храма, первоначально часто бывает, что многое недовольство, много слухов. Так было в парке. Более того, знаете, как иногда говорят, и люди, которые против храма, они говорят, вам будет здесь мешать звон колоколов. Вообще, колокольный звон, он очень приятно действует вообще на здоровье людей. И действительно, когда мы, когда жители будут видеть из окна такой великолепный памятник архитектуры, это на фоне прекрасных видов, видов оки и всех лугов приокских. Конечно, это замечательно. Но вот провокационные вещи очень часто возникают, хотя после этого все не просто нивелируется, а люди благодарны, и люди очень радуются тому, что действительно и парк, и храм находятся недалеко от их домов. Так происходит повсеместно, не только в Рязани. Такая тенденция. Мы можем говорить о любых явлениях, но это правда. И если мы говорим о том, что храм, он, наоборот, будет, оживит всю территорию, составляющую, да, это действительно красота, это очень благоприятный такой энергетический, скажем, настрой. И, мне кажется, спорить не приходится. Конечно же, очень много слухов появлялось изначально в рамках перед публичными слушаниями, на публичных слушаниях. Мы говорили о тех вещах, которые никогда не планировалось сделать. Что там будет храмовый комплекс, дом священников, и вообще там уже чуть не жилой микрорайон. Совершенно верно. Вокруг храма выросли. Совершенно верно. Но, в общем, надо отметить, что администрация города очень достойно себя провела, повела и подготовила достойные ответы, потому что изначально они фактически и архитектура, и экологическое направление администрации, они с самого начала очень четко на публичных слушаниях заявили о том, что собой будет представлять комплекс, парк. Сняли сразу все вопросы, по сути дела. И кто услышал, тот услышал. Кто не хотел слушать, он до сих пор ничего не слышит. Но это личное дело каждого. И могу сказать о том вопросе, который вы только что задали, что касается сохранения зеленых зон. Да, один из серьезных таких, одной из серьезных претензий этих людей было, что происходит какое-то уничтожение зеленых зон, игровых площадок детских. Но это провокация, по большому счету. Мы, депутаты Рязанской городской думы, поставили перед администрацией очень четкую задачу в этой связи. Сделать так, чтобы компенсировать количество зеленых зон и именно не одинаковом, не эквивалентном содержании, а в разы больше, что администрация города сделала. То есть наш наказ как депутатов администрации города был полностью выполнен. И могу с гордостью сказать о том, что вместо тех 12 соток, которые отводятся под строительство к равному комплексу, мы получаем около 60 дополнительной территории, которая будет в ближайшее время отнесена к зоне Р-3, то есть к зеленым зонам. И у нас, получается, увеличивается территория парка со всеми вытекающими последствиями. То есть это и увеличение зеленых насаждений, это увеличение прогулочных территорий. И, безусловно, там можно развивать те активные виды деятельности, виды отдыха, о которых вы сказали. У меня лично нет никаких сомнений, что через два года, когда храм, я надеюсь, будет построен, и даже те люди, которые сейчас не поддержали его строительство, скажут, что все это было сделано правильно. И такие примеры есть. Это и сквер возле Дворца Молодежи, где замечательный храм Иоанна Кронштадтского придал, по сути, новую жизнь скверу. И абсолютно никаких сомнений, что в Канищево будет так же. И решение, которое было принято сегодня, оно правильно, не случайно, что за исключением одной фракции все остальные депутаты Городской Думы, они тоже сумнящиеся, нажали кнопочки «За». И слава Богу. Спасибо. Андрей Кашаев, председатель Рязанской Городской Думы, глава муниципального образования города Рязань, о сегодняшнем внеочередном заседании Рязанской Городской Думы и его главном вопросе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин